Карл, это какого хрена сейчас было? Я не уверен, что я понимаю о чём ты. Ты потопил круизный лайнер, Карл. А ты уверен, что это я? Ну я бы, наверное, запомнил нечто подобное. Карл, ну я видел, как ты загарпунил капитана. Ой, гарпун, это опасно. Ты брал детей и выкидывал их за борт. Ой, на такое, наверное, тяжело смотреть. А потом ты начал обжиматься с ледяными скульптурами. Хвала Иисусу, что дети этого не видели. А, Карл, а почему лодка вся красная и липкая? Ой, а действительно, она красная и липкая. Карл, в чём мы стоим? Ты поверишь, что это варенье? Нет, Карл, не поверю. Топлёная карамель? Нет, лодочный сок. Нет, слёзы господни. Скажи мне правду, Карл. Ладно. Это дед с бабулей со второго номера. Карл. Да ну их они жрали, все круассаны. О, господи, я не верю в это. Творец за творенье не извиняется. А где остальные лодки? Ого, а я даже не заметил, что их нет. Где остальные лодки, Карл? Ой, ну если прям очень хорошенечко подумать, то на дне океана. Просто я их ножичком почикал. Карл. Ну да, у меня серьёзные проблемы, а шо? Да ты просто ужасен. Тсссс, ты слышал это? Это звуки прощения. Это крики утопающих людей, Карл. Прощение так и звучит. Крики перед тишиной.